МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Судьбы мира решаются на Ближнем Востоке. Кто разрубит сирийский узел? Программа прогнозы продолжает тему. Начатую коллегами из особой статьи и процесса. Почему вы их не осуждаете? Осуждаете только раз и Буш, и Клинтон, и Обама. Вот это настоящие фашисты. Цель замочить террористов там, не дать им вернуться обратно. Америка уже по Сирии проиграла. Гручи с Россией не связывают. Сегодня в нашей программе сирийский Сталинград. Но кто и когда освободит Алеппо? И случится ли долгожданный перелом? Как закручивают ближневосточный сценарий главные действующие лица? И зачем детей вводят в этот кровавый спектакль? Гуманитарная катастрофа в Сирии. Виновные уже назначены? А также лебедь, рак и щука. Почему все против террористов, но в разные стороны? Пока Запад обвиняет Россию и Сирию в военных преступлениях, наше Министерство обороны объявило гуманитарную паузу. Кто способен разрубить сирийский узел? Ответим на этот вопрос здесь и сейчас. Это прогнозы, и мы начинаем. Министр обороны Сергей Шойгу принял гуманное решение временно прекратить бомбардировки Алеппо с воздуха. И это в тот момент, когда исход противостояния в главной точке сирийского узла стал очевиден. Но именно в неожиданных шагах, возможно, и лежит решение главного вопроса – разгрома террористического логова и сохранения территориальной целостности Сирии. В Алеппо открыли гуманитарные коридоры. По ним из зоны обстрела вышли мирные жители, раненые и так называемая умеренная оппозиция. Это последняя попытка оставить в Алеппо только террористов и нанести по городу сокрушительный удар. Но поддержат ли этот план США и их союзники? Добрый вечер! Я Вероника Крашениникова. В очередной раз Россия обезоружила западную пропаганду. В ответ на ложные обвинения в военных преступлениях ввела гуманитарную паузу. Коллеги, как этот шаг прекращения бомбардировок изменит ситуацию в Алеппо? На самом деле, тут ситуация, наверное, простая. Мы выиграли. Все, дело сделано. Это уже окончательная победа. Добивают оставшихся. Уже сейчас мы можем... Именно поэтому это безумная истерия в западных средствах массовой информации, когда ничего сделать уже невозможно. Посмотрите, вспомните, еще два года назад, три года, каждую неделю говорили, еще два дня, и разгневанный народ сметет кровавый режим. Башара, ничего. Остался Идлиб, это совершенно особый случай, по нему отдельно надо говорить. Остался Рак, далеко в пустыне. И остались окруженные, которых добивают мятеж. Посмотрите, и больше того, это не чисто военная победа. С самого начала и в Москве, и в Дамаске говорили, военного решения сирийского кризиса нет, решение должно быть политическим. Александр, можно ли праздновать победу? Говорить о победе. Я думаю, что до победы, окончательной победы и урегулирования ситуации в Сирии еще далеко. Но те события, которые сегодня происходят в Алеппо, то решение, которое принято российским военным руководством, это, безусловно, правильное решение, особенно в тех условиях, в которых находятся сегодня там и мирные жители. И я бы обратил внимание на то, что в той зоне, откуда будет разрешен выход, находится большое количество так называемых советников из западных стран. Это и французы, и бельгийцы, и немцы, и поляки, кого только там нет. Я думаю, что... Американцы в первую очередь, наверное. И, естественно, американцы. Мне эта ситуация напоминает ситуацию Дебальцева, когда для того, чтобы спасти своих представителей, своих ополченцев, ну, французов, там, европейцев, приехал Алан в Москву и переговаривался с Путиным для того, чтобы решить этот вопрос мирным путем. Так что здесь благородный, благородный, правильный, и с военной точки зрения правильный шаг по разрешению, по размежеванию террористов и всех других сил, и оппозиционных, и в том числе советников. Алексей, удастся ли провести размежевание американцам в предыдущем месяце? Не удалось это сделать, хотя они даже подписались, да, под соглашением о перемирии, но не сделали. Что в этот раз? Я не думаю, что получится. Это хотя бы потому, что американцам это не нужно. Их задача, наоборот, максимально все запутать и затянуть эту кампанию в Сирию, сделать ее как можно более продолжительной. Ну, так же, примерно, как в Ираке и в Афганистане. То есть победа им не нужна в Сирии? Им нужен вот этот самый управляемый хаос, им нужна ситуация точно такая же, как в Ираке существует, и в Афганистане. И надо понимать, что основной акцент у них был на Ираке. То есть вот сейчас кампания в Масуле, это на самом деле те же самые проблемы, как в Алеппо. Вот мы посмотрим, как там будут развиваться события, да? Только военные преступления они там совершают, обвинять-то некого. И вот они сейчас будут стараться вывезти оттуда войска, направить их в вооруженные формирования, любые, неважно какие, направить их в Сирию, для того, чтобы перенести акцент из Ирака уже в Сирию. Вот это будет опасно. И вообще очень важно, когда мы говорим о прогнозе, очень важно понимать общий замысел. Потому что война в Сирии, с точки зрения американцев, это частная кампания, более широкая кампания стратегическая. Стратегическая кампания Соединённых Штатов, вот у нас в центре мы три года уже занимаемся этими прогнозами, она заключается в том, чтобы сохранить с помощью военной силы ту систему военно-политическую и финансо-экономическую, которую они создали. Вот они готовы пойти и нагнетать обстановку, развивая сценарий военно-силового противоборства. Вот в этом сценарии, надо очень важно подчеркнуть, используются все средства, они системно используются. И бомбардировщики, и сухопутные войска, в том числе и специального назначения силы, но также используются и дипломатия, и информационные успехи или неудачи, и дезинформация. Вот особенно та часть, которая относится, то, что мы иногда называем мягкой силой, на самом деле это сила принуждения. Американцы давно ушли от этого термина. Сила принуждения предполагает системное использование всего. И вот в данном случае в Алеппо будет то же самое. Это будет продолжительный, вооруженный, в том числе, конфликт. К нам присоединяется Саргон Хадая, корреспондент телеканала «Арти». Саргон, проходите, пожалуйста. И давайте посмотрим, попробуем разобраться, кто против кого воюет в Сирии. ИГИЛ – террористическая организация. Ее цель – построение всемирного халифата из 70 мусульманских стран, включая регионы России. Джабхат Анусра – сирийский филиал Аль-Каиды. Цель – свержение Асада и создание в Сирии Исламского Эмирата. Им противостоят правительственные войска Сирии при поддержке российских ВКС. США и западная коалиция. Цели – свержение Асада и уничтожение ИГИЛ. Турция – по сути самостоятельный игрок. На словах борется с ИГИЛ, но имеет далеко идущие планы. Курды – цель – создание собственного государства Курдистан на территории Сирии и Ирака. Именно на них сегодня делают ставку США, как на союзников. Исламская коалиция – Катар и Саудиты. Заявляют, что борются с ИГИЛ, но являются главными спонсорами террористов. И, наконец, противники Асада – так называемая умеренная оппозиция. Ее поддерживают Соединенные Штаты, а журналисты называют хорошими террористами. Саргон, значит, гуманитарная пауза объявлена. Очень верный шаг Министерства обороны Российской Федерации. Очень хорошо, что гражданское население сможет покинуть этот многострадальный город. А боевики куда пойдут? Смотрите, план состоит в том, что сейчас во время перемирия боевики должны уйти в провинцию Алеппо. Там основные позиции фронта Альнуса, узбекских, туркменских, китайских, и гурских бригад. Их туда пока отводят. Потому что сейчас... И смотрите, когда это было объявлено, очень выгодная с точки зрения времени перемирия или пауза, у нас начинается борьба за Масул, битва за Масул. Соответственно, все западные СМИ, оно сейчас переключилось туда, дают спокойно работать в Алеппо. Вот этот процесс, если удастся, 8 часов за это сделать то, что нужно будет сделать. Если вот это получится, это, соответственно, будет первый шаг к перезагрузке Лизанов, запуска плана Лавров-Керри по поводу сирийского процесса. Владимир, как вам видятся основные задачи на данном этапе? Уважаемая Ироника, я оптимист в жизни. Но в данной конкретной ситуации я должен встать на позицию пессимиста. Почему? Первое. Размежевание. Для того, чтобы реально произвести размежевание на земле, как говорят, в поле, нужна огромная сухопутная масштабная операция противостоящих сил. Ни американцы, ни мы на это не пойдем, потому что будут очень большие человеческие жертвы с нашей стороны. Кроме того, фишка со стороны американцев заключалась в том, что они обозначили нам в списке умеренных 10 организаций военных, которые разведка Сирии и наши коллеги военные квалифицируют, определяют как квазитеррористические, как очень опасные. Что касается гуманитарного коридора, конечно, это, разумеется, плюс. Но мы уже получили отказ от Соединенных Штатов и от Великобритании о том, что они последнюю нашу инициативу, которую озвучил министр обороны Сергей Кожигетович Шойгу, не поддержат. Самое главное еще, самое печальное, почему пессимистический такой прогноз с моей стороны, все группировки, которые сейчас, ну скажем так, защищают Алеппо, они уже отказались поддержать это перемирие. И все группировки. Почему так важно взять Алеппо? Об этом сразу после короткой рекламы. Возможно, скоро в многолетнем кровавом сирийском противостоянии наступит перелом. Вмешательство России резко изменило расклад сил. Последние недели войска Асада при поддержке российских ВКС стремительно наступали на Алеппо. Брали квартал за квартал, и вскоре должны были полностью овладеть городом. Алеппо – северная столица Сирии. Некогда главный экономический и промышленный центр страны. Население 2 миллиона. До войны. Сейчас в 4 раза меньше. С 12-го года город разделен на две части. Западную контролируют войска Асада, Восточную – оппозиция и террористические группировки. Алеппо называют сирийским Сталинградом. Этот город – ключ к решению сирийского конфликта. Вот почему он сегодня в центре мирового внимания. До сих пор ни одной из воюющих сторон не удавалось взять Алеппо под контроль. Его освобождение означает прорыв и к другим городам страны. Алеппо нужно брать. И брать однозначно. Но когда? Прежде чем мы продолжим разговор, хочу показать вам несколько фотографий. Это Алеппо до 2012 года и после. Смотрите, те же самые места, оказывается, вот это так было до 2012 года, так это место выглядит сейчас. Год назад, выступая на Генассамблее ООН, президент Путин вопрошал, они хоть понимают, что они сделали? Ради чего вот такая разруха и такие жертвы? Смотрите, они понимают, что они делают, просто они хотели западная коалиция из Алеппо сделать приблизительно то, что они сделали с городом Бенгази в Ливии. А ради чего? Вот в чем высокая цель вот этой разрушки? Создать центр, откуда можно было оппозиции, так называемые, по западным группировкам продвигаться. То, что молодцы сирийской армии не дали это сделать, они в Алеппо стояли до конца. Сейчас Эрдоган, он потихонечку из западной провинции Алеппо, они вытащили своих бояков на север, где Турция проводит операцию, и им не хватает, по сути, сирийцев, которые будут идти вместо турецкой армии, чтобы Турция не несла потери. И сейчас при этом перемирии, который, если все получится, Эрдоган тоже изнутри отозвет где-то тысяча-полтора своих, так называемых, более-менее умеренных, после того, как они побрятся. Кстати, неделю назад сирийская армия придумала очень красивый такой пиар-ход, может быть. Они сбрасывали на западную, на восточную Алеппо такие маленькие пакетики, где был призыв сдаться, сирийский флаг, мыло и бритва. Ребята, если вы хотите сдаться, выходите с флагом, побритите, выходите. Саид, когда будет освобожден Алеппо, и ваш прогноз, и какой ценой? Нет, мой прогноз, к сожалению, тоже пессимистичный, городские бои страшные. Вещь, наверное, самая страшная, что есть в армии. Тут говорят, что Алеппо это Сталинград, я говорю, нет, это уже Берлин. Это уже вот эти жуткие бои в конце войны Берлина. И когда Гитлер отправил людей. Но, тем не менее, у меня есть надежда все-таки на то, что пойдут на политическое решение. По двум соображениям. Во-первых, все вот эти люди, они же не потому, что они такие злодеи в Америке, в Турции, что они хотят, чтобы людей убивали. У них там свои интересы, главным образом нефть, многие другие финансовые. А политическое решение в случае Алеппо значит, что террористы просто выйдут из города по этим коридорам? Нет, 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 террористы, нет, ИГИЛ надо уничтожать. Но там все дело в том, что человек, вот он сегодня в ИГИЛ, завтра в Джабхата, Нусра, послезавтра в это, и рядовой боец, и он, точнее, в том месте, где в этот день выдают денежное пособие. То есть, кто сегодня выдает, он не переходит. У них нет вот этой вот организационной лояльности и не может быть. Алексей, ваш прогноз по освобождению Алеппо и цене этого освобождения? Прежде всего, я хотел бы сказать следующее. Алеппо, это, конечно, ключевой пункт Сирии, потому что Сирия – это пустыня, за исключением двух-трех городов. То есть, это нет такого вот, скажем, это не ландшафт густонаселенной, там, Бельгии, там, Франции или даже России, средней полосы. Да, поэтому любая точка населенная, густонаселенная, это имеет колоссальное значение. Но при всем при этом, надо понимать, что это все-таки тактика. Стратегические цели войны Соединенных Штатов и их коалиции, куда входит больше 50 государств, другие. Идет системное давление на Россию, не только военное в Сирии. Я еще раз говорю, это один из театров военных действий. Есть тот же самый театр военных действий на Украине. В Прибалтике, вообще в Европе, НАТО, и поэтому им нужно, американцам нужно, чтобы эта бодяга продолжалась как можно дольше. И чем больше они будут убивать, тем лучше. Да, им нужно, а нам нужно, чтобы этот хаос заканчивался. Владимир, ваш прогноз по Алеппо. К сожалению, освобождение Алеппо, Сирийско-Арабской республики, республикой и с помощью ВКС России затянется. Первая причина – это создание пояса на Ближнем Востоке дружественных Америки и многим государствам Персидского залива правителей, которые бы слепо подчинялись бы воле Вашингтона и других государств. Причина вторая – создать строй, который был бы враждебно настроен по отношению к Российской Федерации и нашим союзникам и друзьям. Третья причина – ослабить натиск ряда арабских государств, которые имеют проблемы с Израилем. То есть повысить статус Израиля в регионе. Ну и последняя, четвертая – это энергетическая стратегия. Она была объявлена Соединенными Штатами вскоре после окончания Второй мировой войны, которые заявили, что они должны обеспечить военными средствами бесперебойные поставки нефти Соединенные Штаты из района Персидского залива. – Соединенные Штаты смирятся с освобождением Алеппы. Они, кстати, в своих газетах это называется «падение Алеппы». То есть когда освобождаются от террористов – это падение. – Что касается смириться или не смириться американцы, коллеги здесь говорили, что это долгосрочная программа. Долгосрочная программа, которая была объявлена еще тогда, когда планировалась «Арабская весна», когда планировалось снятие тех режимов, которые были неугодны Соединенным Штатам. Но тот режим, который, как они его называют, режим АССР, он до сих пор в Сирии, и никак они это сделать не могут. Почему они не могут этого сделать? Потому что Российская Федерация выступает на стороне закона имбридового правительства. И вот эта ситуация больше всего раздражает Соединенные Штаты Америки. Я думаю, что конфликт будет затягиваться. Конфликт будет затягиваться намеренно для того, чтобы создавать вот эту вот ситуацию хаоса вокруг этой ситуации. И до тех пор, пока не сменится, будем так говорить, хозяин в Белом доме в январе, вот такая ситуация будет, на мой взгляд, продолжаться без конкретных шагов. Это мой прогноз. На самом деле, я настроен немножко оптимистично в отношении позиций США. И вот почему. Дело в том, что мой прогноз, что кто бы на выборах не победил, Гингема или Великий Гудвин, да, то есть Трампа или Мадам Клинтон, Царлакан или Желая Ведьма, независимо от этого, я готов сказать, что я знаю, какое будет первое их программное выступление у обоих. Оно будет касаться сокращения бюджетных расходов и бюджетного дефицита. Там ситуация уже критична. Способ покончить войну в Сирии только один. Зато всем понятный. Прекратить финансирование. И им уже так плохо, что уже в таком же объеме не смогут, даже если захотят. А тут еще сделать так, что им дать что-то взамен. Как можно закончить войну в Сирии самым быстрым образом? Продолжим сразу после рекламы. Это прогнозы, мы продолжаем. Допустим, Асаду после взятия Алеппы удастся побороть сопротивление внутри страны, но останется так называемое исламское государство. Одним правительственным войсками с ИГИЛ не справится. Будут ли готовы США объединить усилия с Россией против ИГИЛ? Вы знаете, пока будут выборы в США, напряженность, к сожалению, будет продолжаться. Потому что нынешнее руководство хочет уйти с впечатлением того, что это было сильное руководство, надеясь на то, что это поможет Хитлеру. А в их планах, если все получится так, как они хотят, чем все это должно закончиться? Во-первых, по их плану, это должно закончиться тем, что будет создан большой Курдистан, по их плану, маленький Иран. И, как сказал сам президент Турции, Турция сама по себе не может остаться в таком виде, как она есть сейчас. Или будет маленькой Турцией, или будет большой Турцией. Она будет маленькой из-за курдов и может стать большой тоже благодаря курдам. Но дальше уже как карта ляжет. Я хотел бы немножко назад, потому что, когда вы говорили про Алеппу, очень важно понять, почему сейчас идет, именно сейчас началась битва за Алеппу. Во-первых, мы договорились с турками. Эрдоган все-таки понимает, потому что даже если смотреть геостратегические карты Турции, Турция, Османская империя, которую Эрдоган сейчас пытается представить Алеппу, они считают своей территорией. Эрдоган отошел. Сейчас очень важно брать Алеппу. Во-первых, есть время, опять же, я повторюсь, что запад... Эрдоган отошел и сдержит свое слово? Он, по идее, должен сдержать, потому что он сейчас на Западе, он с Западом не очень хорошо, в хороших отношениях. Ему немножко дали возможность собрать так называемую умеренную оппозицию, им будет дана какая-то роль во время переходного процесса всего. Сейчас важно брать, вот здесь говорят, будут взяты, Алеппу будет взяты. И в ближайшее время, я думаю, потому что политическое решение принято, армия готова, потихонечку восточную Алеппу их там как семечки щелкают, им ничего там не осталось. В ближайшее время будет объявлено. Тогда 30 тысяч бойцов сирийской армии будут освобождены, уже не задействованы в Алеппу, они пойдут на север-восток, город Альбаб, это является тоже один из центров ИГИЛ. И, соответственно, будет освобождена определенная тоже группировка, чтобы можно было наступать на Араку. Понимаете, как американцы тоже понимают, что если они не пойдут на какие-то уступки в политическом пространстве, тогда мы вообще, мы дойдем до иракской границы в Сирии, может дойти за три месяца, кстати, чтобы все понимали, что российская армия, при поддержке сирийского армии, в авиации, в Сирию перекроем за три месяца. Здесь просто вопрос, что надо решать что-то на уровне политики. Основная задача будет размежевание и заново запуск политического процесса после Алеппы. Видимо, нельзя добиться полной победы в Алеппо до тех пор, пока на дипломатических переговорах, не важно, где они проходят, но по Сирии, до тех пор, пока в них не будут принимать законные представители Сирийской Арабской Республики. Спасибо. Это крупнейшая ошибка, то, что на переговорах не представлены люди Башара Асада. Они обязаны, и курды должны быть, правильно, правильно, когда говорится. И оппозиция должна быть, и все должны быть. Без этого невозможно. Присутствуют страны, ну кроме нас, естественно, Ирана и Ирака, и Персидский залив, и Соединенные Штаты, и Турция, которые настроены против Башара Асада, которые настроены на расчленение Сирии. Интересно получается. Поэтому вообще хочу сказать, надо заканчивать в международных отношениях вот это право на разбой, как я его называю. Когда любое государство с Запада, во главе с Соединенными Штатами, присвоили себе собственное право, минуя Совет Безопасности, посылать войска туда, где им вздумается, открывать военные аэродромы там, где им хочется, поставлять оружие тем, кого они любят. Надо постоянно об этом говорить. Соединенные Штаты вмешивались во внутренние дела других стран в 563 случаях. Америка существует 241 год, посчитайте, каждый год в двух случаях. Об этом надо говорить. Если бы не американская помощь, военная, моральная, иная, информационная, войну в Сирии можно было давным-давно закончить. Понятно, что американцы, они все мореют. Но это нельзя сказать, только, пожалуйста, остановитесь. На самом деле, это действительно очень плохая тенденция. И это мы, надо заметить, что она в последнее время, мы чуть-чуть, наша дипломатия поддавилась этой вещи. Раньше Лавров очень жестко держался. И наша позиция, Сирия не объект международной политики, а самостоятельный субъект ее. Сирия не поле, где державы. Вы помните, как писали до нашей революции, до Первой мировой войны, державы решают судьбу Сирии, как они решали Ливаны. А Сирия сама решает свою судьбу. В последнее время много говорят о существовании у американцев некоего плана Б. Что это может быть за план? Внимание на экран. Взятие сирийской армии при поддержке российских ВКС Алеппо явно не обрадует Вашингтон. План А по свержению Асада и установлению американского контроля на Ближнем Востоке терпит фиаско. Разработанный в недрах ЦРУ план Б подразумевает увеличение поставок оружия умеренной оппозиции и Курдам. Речь идет о десятках ПЗРК, стингеров и противотанковых систем ТОУ. Цель операции – дестабилизация всего Ближневосточного региона. Еще летом новой точкой хаоса мог стать Ливан. Но, судя по всему, в Вашингтоне решили поменять тактику. Внезапное наступление на оплот ИГИЛ в Ираке, город Масул, грозит полностью изменить расстановку сил и в Сирии. Об операции в Масуле мы поговорим чуть позже. Ведь она многоходовая, и ее цели опасны для России. А есть ли у России на этот случай свой план Б? В продолжении разговора об американском плане Б. Канадский журналист Кристиан Борис побывал на одной из авиабаз в Соединенных Штатах. И вот какие снимки ему удалось там сделать. В фотографии посмотрите, чем занимаются американские маляры. Они раскрашивают свои истребители в цвета российских самолетов, боевых самолетов. Это для чего делается? Уж очень похоже на подготовку какой-либо провокации. Под чужим флагом это называется. Вы знаете, за последнее время мы знаем, что какие-либо контакты, переговоры между российской стороной и Соединенными Штатами Америки прекращены. Значит, единственное, чего опасаются и чем занимаются вооруженные силы одной стороны и другой стороны, это ситуация, когда можно избегнуть противостояния в воздухе. И вот противостояние в воздухе, это на сегодняшний день самая главная проблема. И вот то, что там перекрашивают или к чему-то готовятся, это ведутся какие-то приготовления к авиационным действиям. А вот смотрите, вот то, как они выглядят снизу. Посмотрите, они заново. Я еще раз подчеркиваю, что противостояние военно-воздушных сил Соединенных Штатов, коалиции и ВКС, это самая главная на сегодняшний день, самая главная проблема. И самая главная проблема одних и других, избежать взаимного столкновения. Тем самым, но при этом выполнить свои... И для этого они красят самолеты в наши цели. Значит, есть еще какая-то цель для того, чтобы нанести удар... Удар-то как по дивизору нанесли, и сказать, что русские ошиблись, они бомберские. Я именно про это говорю. И нанести удар, и не сделать при этом столкновение между вооруженными самолетами. Вот, я думаю, что это так. А то мы не распознаем их самолет, даже если они его перекрасили. Мы распознаем, я на земле-то не распознаю. Мы распознаем, что люди будут видеть другое. Самолеты могут быть все, что угодно, как практика показывает. Вот тут правильно было замечено, что то, что Турция с Россией помирились, очень сильно беспокоит США. И поэтому та провокация, которая была между нашими странами, она может повториться на то и свидетельствует данный факт. Потому что те силы, которые эту провокацию сделали в Турции, они все еще остаются там и никуда не делись. Поэтому, кроме того, что американцы будут продолжать информационную войну и санкции... И военные провокации возможны. И военные провокации возможны. На самом деле, ответ должен быть один на американские слова. Собака лает, караван идет. Мы слишком много слушаем, в чем они нас обвиняют. Чего это нам нужно? Я лично могу обвинить 150 ответственных человек в США в военных преступлениях и с основаниями. То есть достаточно, чтобы завести дело будет. Ну, ну что, американцы что, из-за этого нервничают? Да чего я должен нервничать, что какой-то американский журналист... Вы знаете, самое главное, что мы свои задачи выполняем, борьба с терроризмом идет, посылаем их туда подальше. Да вы играли, мы войну. Будем ИГИЛы, вот и все. А то, что американцы... Вот, кстати, очень серьезно, очень много внимания уделяется позиции Америки, непонятно почему. Мы свои задачи выполняем. Если американцы не готовы, не хотят выполнять свою часть задачи, не хотят размежевать умеренную оппозицию, не умеренную, то мы будем их дальше там мочить. Дело в том, что не только не хотят, но и препятствуют. Мы же знаем, какие задачи надо выполнять. Пока не будет согласия между двумя основными игроками, я считаю, что выхода из сирийского кризиса найти невозможно. А оно будет согласие между главными игроками? Смотря какая будет переговорная позиция. Переговорная позиция каждого из игроков. И чем сильнее мы будем присутствовать в Сирии, чем сильнее, чем больше мы будем своих усилий прилагать к достижению там победы, тем сильнее у нас будет переговорная позиция. Важно не повторять Афганистан, когда американцы что хотят творят, а потом у нас 20 лет нестабильность, терроризм, наркотрафик и так далее. Американцы пришли в Афганистан. Я бы не спешил делать такие выводы. На мой взгляд, в этой войне не будет одного выигравшего и одного проигравшего. Их и тех, и других будут несколько. И в любом случае, все это закончится неким консенсусом между великими державами. Иначе третья мировая война. Она идет, локальная, но она идет. Это другой вопрос, я говорю о глобальном. Там все воюют. Ее не будет, будет консенсус. Вот мой прогноз такой, что будет консенсус не завтра, может через год, но он будет. Клаузевец говорил, что выигрыш в войне, он нас учил, это когда победившая страна достигает целей, поставленных перед войной. Давайте не забывать, какие были цели. Целью Башара с самого начала был мир. Причем мир, по большому счету, почти на очень широких возможностях. Да, то есть амнистию он давал сотни раз. Я точно знаю, что у него в ближайшем окружении. Говорят, ну этим-то нельзя он говорить. Его называют ласковым. Амнистия. Его ласковым называют. Какая была цель мятежников-террористов США, Эрдогана? Разрушить все республики. Разрушить все республики. Заявленная цель была уничтожить режим. И разрушить государство поставить своих людей, которые сейчас я давил их вдоль мраморного моря и в Дохе. Эта цель очевидно не достигнута. Наша цель уже немного осталась до мира. Уже все, почти вся Сирия замерена. Идлип остался, остался добить Валеппо и в пустыне Раку. Ну, в пустыне туда ехать далеко. И все, и на этом дает мне основание говорить, что мы, мы побеждаем. Цели, которые были поставлены перед нами, не уничтожить оппозицию, а обеспечить условия для достижения мира. И это мир. До мира уже немного осталось. До мира немного, но тем временем в Вашингтоне обсуждаются поставки более действенных вооружений. Тех вооружений, которые способны сбивать самолеты и вертолеты наши. Можно я добавлю? Конечно, перекрашивание самолетов своих под наши, это явная провокация американцев. Они мостаки в этой сфере. Они используют вот эти самолеты, Владимир? Что, что? Они используют вот эти перекрашенные самолеты? Но пока нет. Но кто его знает, в дальнейшем могут использовать. Более того, я хочу сказать, что американцы после того, как применили ядерное оружие против Хиросимы и Нагасаки, семь раз грозили применить тактическое ядерное оружие в ходе региональных конфликтов и в ходе двух противостояний, это Карибский и Берлинский кризис, 60-е годы. Сейчас восьмой раз я слышу такую угрозу. Все эти вещи подсчитаны. Поэтому Российской Федерации надо быть готовым ко всяким неприятностям со стороны супостата номер один. Агрессивность Америки останется, независимо от того, кто войдет в Белый дом. И мы всегда будем плохие, потому что мы самостоятельные. Потому что у нас такая обязанность, данная сверху, защищать слабых, обиженных и отстаивать свою точку зрения. И насчет Масула. Масула, кратко. О Масуле и Владимире еще поговорим. У нас есть отдельная часть. Хорошо. Вероник, я бы все-таки сказал, чтобы поменьше мы здесь фантазировали. Понимаете? Американцы пытаются втянуть всю коалицию, весь Запад, на всех фронтах противостояния. От спорта, культуры до военной силы. И в этом смысле надо быть, конечно, очень аккуратным. Потому что наши контакты с американцами по военной линии, они есть. Американцы тоже не хотят военной, я имею в виду, прямого столкновения. Потому что риски очень высоки. Но у нас нет возможности, как говорят, вот мы взяли и победили, да нечем побеждать. Пять тысяч человек, у которых есть там полсотни самолетов, они могут изменить соотношение сил в пользу Асада. Они могут спасти Асада. Но они не могут победить. Это первая идея. Вторая мысль очень важная тоже. Что война поддерживается за счет внешних источников. Все организации финансируются из-за рубежа. Катаром, Саудовской Аравии и Соединенными Штатами. И ИГИЛ, и все остальные тоже. В разной степени. Есть такая, ну военная сейчас теория, есть такой термин, облачный противник. Американцы очень эффективно его используют. Мы же не знаем, что американцы стоят за ИГИЛ. Официально. Мы не знаем, что, хотя уже информация какая-то просочилась. Что за остальными террористическими организациями стоят саудийцы, там, катарцы. Там задача, сверхзадача, этот регион не позволить усилиться влиянию России и Ирана. Они будут, поэтому мой прогноз такой, что они будут воевать. Денег у них достаточно много, авиации туда нагнали сколько хотите. Специальные войска американцы увеличили, кстати, с 30 тысяч до 70 тысяч за последние буквально 3 года. Вот специальные войска, это 101-я дивизия. Около 300 человек стоят уже в Сирии. Но как Запад пытается навесить на Россию ярлык военного преступника? Кто и зачем превращает детей в солдат информационной войны? Продолжим сразу после рекламы. Это прогнозы. После того, как в сирийской ситуации наметился перелом, Соединенные Штаты и их союзники сочинили новые обвинения России в военных преступлениях. Конечно же, это не просто разговоры. За обвинениями Соединенные Штаты Вашингтон предполагает предпринять определенные действия. Информационная машина Соединенных Штатов и Запад очень сильная. Я хочу сказать то, что, например, начало конфликта. Некоторые сирийские города пали информационно, прежде чем они пали на земле в руках террористов. В Алеппо были убиты последние две недели столько количества детей. Когда открываешь Guardian, New York Times, там показывают то, что сирийская армия убила детей. Мы, друзья, которые у меня живут на Западе, писали в этих газетах, вы что творите? Они вроде бы как-то косвенно извинялись, но статья не изменялась. Они использовали это очень сильно. Они создали в 2013 году, кстати, в Турции, так называемые белые каски, которые были недавно номинированы на Нобелевскую премию мира. Эти каски, которые, вроде бы, они детей спасают, но потом также ходят с автоматами. Есть даже свидетельства и доказательства, когда фронт Альнуста расстреливает детей, расстреливает пленных, расстреливает солдат. Потом эти белые каски подходят и танцуют над трупами и их забирают. Вот это очень хорошо. Они с помощью USAID, с помощью британской разведки финансируются и Голландии, и Японии. Понимаете, какой масштаб идет этой информационной войны? И давайте один эпизод сейчас посмотрим. В информационной войне действительно все средства хороши, и именно дети в последние дни не сходят с экранов мировых СМИ. Внимание на экран. Дети оказываются втянуты не только в реальную, но и в информационную войну на Сирийском фронте. Семилетняя девочка из Алеппо Бана Аль-Абит стала настоящей звездой западных СМИ. А ее страничка в Твиттере бьет рекорды посещаемости. У нее 75 тысяч подписчиков, которым она каждый час сообщает новости о том, как российские ВКС бомбят ее родной город. Пишет она, правда, на неродном английском языке, вернее, и пишет, и снимает все ее обращения мама, Фатима. Бану поддерживают дети со всего мира. Вот японский мальчик шлет ей свои рисунки, а вот привет из Парижа. А вот Бана на обложке Daily Mail с призовом Касаду и Путину прекратить бомбить Алеппо. Однако у некоторых посетителей странички все же возникают логичные вопросы. Почему во время якобы бомбежки девочка стоит у окна, а мама просит ее снимать? Странное поведение для матери. А может и не матери вовсе? Знаете, просто хочу прохиметировать. Чем больше западная СМИ говорит, 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 значит все-таки продвижение на Земле есть. Еще я хотел бы отметить, вот если вы посмотрели ее аккаунт на Твиттере, там есть такая синяя галочка. Это верифайт галочка, которая дается, это не просто так получить эту галочку. Понимаете, как вот Твиттер, Фейсбук. А за что она дается? Она дается, когда человек подтверждает свою личность. Знаете, как девочка, когда в таком возрасте, она и по-английски по идее не должна говорить, кроме как пару слов. И с другой стороны, вот правильно, вы в сюжете отмели, кто снимает, как это выкладывается. И обратите внимание, чем больше вот такие аккаунты будут создаваться, это означает, что на Земле все-таки задача, которая поставлена перед Российской Федерацией и Сирийской армией, она все-таки решается. Но на Западе это работает? Она всегда там работала. Вы знаете, это же война все-таки. Ведь Россия вначале не сказала, что вы там воюете, а мы не будем. Россия ввела свои войска. Это ответ, достойный ответ. Также в информационной войне у нас нет способов как-то им помещать. Надо делать то, что они делают, только в правильном русле. Оказывается, что продолжат информационную войну, только это должна делать уже и Россия. Так же успешно, как США. Значит, было два эпизода. Один ранний, помните, мальчик в машине скорой помощи сидит, такой пыльный, бедный, несчастный. Как будто постарел лет на 20 относительно своего реального возраста. И в последнее время Аманпур показала Лаврову на CNN девочку, которая получила какие-то ранения. У нее кровь течет, пардон, из носика здесь, плечо оборанено и все такое. Оказалось, что это постановочные снимки. Девочка совершенно из другого города, а не из Алеппо. И мальчик, который ранее был показан. Значит, мы опаздываем в опровержении вот таких сюжетов постановочных. Второе. Если противник использует детей, ну почему, ну покажите и назовите всему земному шару. В Алеппо погибло полторы тысячи детей, а мирных жителей, это не сирийские войска. А труп террористов, которые там стояли. Покажите их, покажите, если... Саня, РТ показывает такие? РТ показывает, мы работаем там на земле, у нас вот группа наша, ну все, группа всех редакций. Нет, РТ хорошо работает, но их просто намного меньше. Тут не надо забывать, а вот в Иордании было, там очень интересно, мы проигрываем информационную войну, в том смысле, что тебе может таксист или охранник на пляже сказать, там, а что было бы, если бы арабские самолеты бомбили русских детей. Это да, но при этом, при этом, это очень поверхностная вещь. И политики, антироссийски настроенные, получающие деньги с Запада, мне говорили, послушай, говорит, мы, ну, извини, мы отрабатываем честно, вот мы осуждаем Россию, там, не надо бомбить, но, говорит, ну против Мутина мы никогда не пойдем, потому что мы подпишем себе приговор, улица нас не поймет. Я хочу сказать, вся западная кампания против РТ, она непосредственно тоже связана. Они в открытую говорят, что вы показываете в Алеппо. Мы показываем в Алеппо то, что происходит. Но, к сожалению, это там не нравится. Как Запад показывает? Всегда, когда российская бомба попадает, всегда, всегда попадает, где сидят дети. Вот 20 детей собрали, там они попадают. А когда те бомбят, это всегда попадает в военные цели. Не нужно путать. РТ все-таки, РТ все-таки, это информационный канал. А то, про что мы сейчас говорим, это другая отрасль, которая называется спецпропаганда. То есть пропаганда на войска и население противника. И именно это американцы против нас делают. Мы для них противники, они пропагандируют и войска, и население. Войска пугают. Насчет спецпропаганды, действительно, у нас был в свое время целый вуз, который был факультет спецпропаганды в военном университете, который готовил специалистов. К сожалению, в течение 20 лет этого не происходило. У нас это отрасль в загоне. А теперь восстановлен этот факультет. К сожалению, мы не можем сегодня делать баланс наших средств массовой информации и западных средств массовой информации по количеству распространения, по количеству денег, которые на это тратятся. И вот пример РТ, да, он действует хорошо. Но вспомните, сколько времени работает РТ? Несколько лет, когда была принята эта программа действий. Они закрывают, потому что все ресурсы основные у них. Они могут твиттер-аккаунт закрыть, фейсбук закрыть. Это единственное окно российское, которое работает. Ведь наши газеты, самый-самый тот же коммерсант, московский комсомолец, распространяется за рубежом в количестве 5-6 тысяч. Не забывайте еще, бюро «Спутник» информационного агентства «Спутник». Подписчиков, если у Соединенных Штатов Америки, у ведущих «Фашинг-Конпост» заходов по 15 миллионов в день, то у нас этих заходов мы меряем тысячами. Это недостаток нашей работы, это недостаток наших средств, извините, это недостаток нашей экономики. Это действительно так есть. Должны компенсировать другим. Не надо путать пропаганду и спецпропаганду. Это просто разные вещи. И то, и другое нужно делать, мы согласны. Все это пропаганда. Смотрите, по поводу информации войны тоже хочу отметить. Спецпропаганда – это мы в Вальгазии. Запад начал так сильно пропаганду против Российской Федерации по поводу Алеппы и по поводу пригородов Дамаска. Обратите внимание, сразу в мировой СМИ, вот это тоже можно считать хорошим шагом, пошла альтернатива то, что происходит в Йемене. Ребят, соответственно, давайте играть по правилам. Вы там совершаете конкретные военные преступления, последняя атака, которая была против травмной процессии. Убито там 190-200 человек. Понимаете как, вот это раньше никто не показывал. Сейчас мы начали показывать. Если не ошибаюсь, первая иностранная СМИ, которая вообще говорила о военных преступлениях. Монар. Монар раньше говорили о ль-ля-ля. Ну, аль-монар, ну, это ливанское. Я говорю про европейские страны. Российское телевидение было первое, кто начал об этом говорить. И сейчас в ООНе зашевелились, и сейчас американцы и британцы призывают к перемирию там. И надо понимать, что здесь было сказано, что война это большая, да. Эта война началась в Ливии, сейчас в Йемене, это все связано. И Йеменский конфликт связан с сирийским конфликтом. Если пойдут на уступки в Сирию, кто-то пойдет на уступки в Йемене. Это два очень сейчас связанных конфликта, потому что приблизительно игроки одни и те же. И Украину можно сюда включить, по вашей логике. Сейчас, полуточку. Значит, смотрите, что получается. Это мое, конечно, частное мнение. Я думаю, что многие органы разъяснительные, средства массовой информации, которые вещают и ориентируют свою деятельность на зарубеж, не имеют единого координационного центра. Такой центр нужно создать. Для российского государства 10 человек в этом органе – это вполне подъемно с финансовой точки зрения. Должна быть соответствующая, очень быстрая реакция. Не через неделю, когда госпожа Аман Пура Сиенен покажет эту бедную девочку, и мы отвечаем, а сразу же моментально разбивать. А еще лучше – действовать в активном режиме. Я за это. От Олеги, а помните, в Либе в 2011 году Соединенные Штаты создали гуманитарную катастрофу, и потом, оправдывая необходимостью действовать в условиях гуманитарной катастрофы, занялись свержением Каддафи. Значит, сейчас Россию обвиняют в создании гуманитарных, в военных преступлениях, в гуманитарных проблемах. А что за этими обвинениями последует? Вот ваш прогноз. Вы знаете, здесь верно. Соотношение к одному в информационном поле, понятно. В институтах гуманитарных такое же соотношение. Поэтому у нас перекричать их трудно. Но этот вопрос в другом. Надо посмотреть, где мы, собственно, виноваты. Значит, идет борьба на уровне когнитивном. Мы всегда отвечаем на что-то и пытаемся оправдаться. Мы не опережаем. А это всегда в информационном поле проигрыш. Когнитивно мы обязаны просто разработать стратегию, когда мы предлагаем новое видение, свою повестку дня, а не каждый раз оправдываемся. Да, она сразу же существует, эта стратегия. И вот я вам говорил же, я начал говорить, не успел закончить. И орданцы, когда говорят, вот, а если арабские самолеты будут бомбить русских детей, я им говорю, ну ты же понимаешь, у нас 30 самолетов, у Башара 800, ну мало. Мы ничего не решаем. И я тебе говорю, ты же прекрасно понимаешь, что вот при таком 5000 человек и 30 самолетов, это что означает? Это означает, что главная задача наша, не дать США и их союзникам по НАТО сделать в Сирии то, что они только что сделали в Ливии, и до этого в Ираке. И это, вот это и есть та самая позитивная повестка, о которой вы говорите. И она есть, и она существует, и они ее сразу воспринимают, потому что она у них на слуху. Секундочку, Министерство обороны транслирует события в Алеппо на своем сайте, прямой, ну, сейчас можно зайти, посмотреть, что там происходит во время перемирия и так далее. Ничего не нужно придумать, просто надо показывать, что там происходит. Пускай мир сам все решает. Мы знаем, что мы делаем правильную задачу. Оставайтесь с нами, и мы продолжим сразу после рекламы. В то время, как внимание всего мира было приковано к Сирии, неожиданно 17 октября США и иракская армия начали наступление на второй по величине город Ирака – Масул. Масул – сердце ИГИЛ, его идеологическая столица. Именно там два года назад было провозглашено исламское государство. Да так разрослось, что поглотило почти половину территории Ирака. А уже затем боевики пошли в Сирию. Сейчас позиции США в Сирии ослабели, а перед выборами нужна победа. И Обама решил отличиться в Ираке. В заложниках у исламистов до полутора миллионов жителей Масула. И именно их радикалы будут использовать в качестве живого щита. Показательные казни на улицах стали обыденностью. Для США же единственный способ быстро овладеть Масулом – ковровые бомбардировки. Замечания ООН об угрозе для безопасности мирного населения, кажется, так и остались неуслышанными. А значит, мировое сообщество будет по привычке смотреть на все с широко закрытыми глазами. Так уже было и в Югославии, и в Ливии. Но главное – куда побегут выдавленные из Ирака террористы? Скорее всего, в Сирию. А значит, терроризм даст новые всходы на уже зачищенные российскими и сирийскими войсками территориях. И фактически сведет на нет все наши усилия. Коллеги, штурм Масула начинается под американские выборы. Нужна маленькая победа, если не в войне, то в отдельно взятом городе? Телевизионное наступление. Стурм Масул начинается правильно под выборы, но это единственное будет, если будет победа, так как... Спланировано. Спланировано. Город Масул, там почти, я уже сказал, что первые лидеры, военные лидеры ИГИЛ вышли оттуда. Там остались руководители второй степени. Все уже ушли. А оборона, у них оборона немножко такая своеобразная. Никто не ушел, ребята, что вы говорите. Первая линия это будет ИГИЛ и иракцы, вторая линия будет снайператор, третья линия будет, это там, заминированные машины. Борьба будет идти в двух-трех кварталов города, потому что ИГИЛ уже осознает то, что этот город пал в военно-стратегическом плане. А задача только времени. Это не значит, что будет там прогулка для американцев и для иракцев. Где-то займет от 90 до 100 дней вот эта вся операция. Но американцы здесь выполняют очень стратегические задания. Раз, под выбор они возвращают Масул, и Обама уходит из своего президента с военной победой. Два, они вот эту всю проблему ИГИЛ перекидывают в Сирию, где она становится головной болью и Российской Федерации, и Сирийской армии. Силы, которые противостоят масульским, ну, скажем так, условно защитникам, это не защитники, террористы, кроме мирного населения, продвинулись только на 10-15 километров. А до города еще остается 20-25 километров. Продвигаются с большим с юга. С севера короче, бешмарда пробилась ближе. Разведка Соединенных Штатов Америки показывает только три направления. С юга, юга-восток и с востока. То есть, Владимир, ваш прогноз, не успеют они этот подарок сделать к выборам? Не успеют до 8 ноября. Даже руководство Пешмерги, которое знает ситуацию, это передовые отряды, это самые сильные, мужественные ребята. Они говорят, что им потребуется до двух месяцев. Потому что самое трудное, это не прохождение окраин города Масула, а это самые трудные бои в самом Масуле, где взрывчатки. Заминированы дома подготовлены. Где нефть ухожена. Франшеи с нефтью, все что угодно. Это же для телевизора. Ну что, современно, там все это же пойдет. И еще один момент. Не прерывайте, давайте сказать. Так, ну что же тогда, Сокос? Нет, ну подожди. Зачем они открыли этот коридор в сторону Сирии? Нет, никаких вопросов. Американцы не ведут активных боевых действий на Масульском направлении. Пока используются только ударные вертолеты «Апач» с ракетами «Хейлфайр». И то в ограниченном количестве. Они дают возможности террористическим группировкам, которые копались в Масуле, стоять до победного конца. Все, точка. Теперь вопросы. Победный конец какой? Теперь вопросы. Какой победный конец? Удержание Масула? Зачем американцы все и долго открываются? Подождите. Мой прогноз, раз уж я начал говорить, простой. Никакого значения, по большому счету, это не имеет. Американская стратегия переключения сейчас своих ресурсов после Ирака на Сирию. Вот в чем громадная опасность. Вот как они будут выводить, ведь не зря Лавров сказал, что мы будем бить по коммуникациям, там тысячи километров примерно, да? Вот сколько могут они двигаться. Как эти люди будут уходить в Сирию, если это произойдет? Потому что в конце концов, вот все прогнозы военных действий, это все шарлатанство. Понимаете, стратегическая обстановка меняется в течение часов. Масул в свое время заняли там полторы-две тысячи... Четыреста человек. А защищало там тридцать тысяч, по-моему, человек, да? Шестьдесят пять тысяч. Ну и что, кто это мог прогнозировать, интересно. Поэтому это все, знаете, пытаться ткнуть пальцем в небо и высосать из пальца некую-некую-некую-некую ситуацию. Поэтому, просто я знаю, в истории, в военной истории, не было ни одного случая, когда такой прогноз подтвердился тактически. Мой прогноз очень простой. А вот тут принципиально важно, то, о чем нужно говорить, это переключение стратегической. Да. Внимание Соединенных Штатов с Ирака, который они занимались плотно, на Сирию. Вот я на секундочку хочу задуматься, что будет после того, как американцы переключатся на Сирию? Ответьте. И в том числе для нас. Вот, что может быть интересно. Будет Масул там в это время взят или не будет, не имеет значения. А вот куда денутся эти люди, как они смогут концентрироваться и где? Скорее всего, это будут северо-восточные районы Сирии. Там курды нет, это радко. Значит, что из этого произойдет, в том числе для Асада? Как изменится соотношение сил? Вот это будет проблема. И как американцы, насколько активно начнут свои боевые действия уже в Сирии? Вот ключевой, второй вопрос. Насколько активно начнутся? Ключевой вопрос сегодня для Соединенных Штатов Америки, во всяком случае для уходящей администрации и для будущей администрации, им осталось там продержаться 20 дней. И вот эта, та кампания, мы сегодня об этом говорили, средства массовой информации, пропаганда, контрпропаганда. Сейчас будет задействоваться все, сейчас будет задействоваться Совет Безопасности с правами человека, отвлечение внимания. Но там в течение 20-30 дней будут продолжаться активные боевые действия. Как проголосуют там, кого выберут, а дальше там посмотрим. Мой прогноз такой, что до выборов в Соединенных Штатах Америки активные боевые действия по взятию Масула и по демонстрации успехов будут там продолжаться. Можно я сказать? Хорошо, Ильбан. Значит, давайте вспомним, что вчера сам Путин пожелал успехов в этой операции, да? Все-таки не надо эту операцию превратить вот в Алеппо раньше или в Масуле раньше, дай бог, чтобы победили. Ведь никто из нас и даже те, которые там воюют, не знают толком, когда это все закончится, толком не знаем, столько там игиловцев воюют, да? И даже толком не знаем, какое... Ну, примерно. Пять тысяч, горды пять тысяч. Да, хорошо, что вы посчитали, но никто их не считал. Не считал. Тут есть другая проблема, о которой он вообще не говорит. Это, возможно, не дай бог, проблема. Там есть плотина, которая находится в плачевном состоянии в Масуле, да? Не дай бог, не дай бог, вот как пастыщок ИГИЛ решит там что-то натворит, это будет большая катастрофа. Тогда речь пойдет не о десятке тысяч погибших, а сотне тысяч. Вот этого не надо допускать. Это важно. А когда закончится, мы все надеемся, что быстрее закончится. Дай бог, до выборов даже, не важно. Мой прогноз, что это чисто будет телевизионная операция, что они закончат ее в ближайшее время. Мой прогноз, что уже сделан, и когда мы узнаем, что это американские английские нефтяники во второй раз проплатили эту вещь, да? У них есть возможность на них надавить, на ИГИЛ, просто потому что вся ИГИЛовская нефть легализуется под контролем англичан Джихуни, да? И мой прогноз, что это чисто телевизионная война с очень красивыми картинками, с трагическими ситуациями. Может быть, да, прям это же будет очень красиво. Разливающаяся река, там знамена на танках, все остальное. На самом деле, в этой телевизионной войне уже погибло почти 200 человек, кто напал на Масул. Уже. Уже, уже. Ну, хорошая телевизионная война. Иракские шеиды, ты же, вот такая телевизионная... Американцы почему-то не гибнут. Это, на самом деле, чисто пропагандистская операция, да? Смотрите, вот здесь надо понимать одну вещь. Когда американцы в открытую открывают... Мой прогноз, что она будет решаться в рамках предвыборной кампании и, что важнее, бюджетного процесса США в части сокращения бюджета Пентагона. Здесь надо понимать, когда американцы в открытую говорят, мы открываем коридор для всех этих бояков, чтобы они ушли в Сирию. Это что значит? Это они с ними борются или просто они пытаются решить определенные тактические задачи? Они сейчас перейдут в Сирию, а Сирия... Кто находится в Сирии? Вот это надо понимать. Это значит то же самое, что Россия вчера сделала в Англии. Неделю назад американская коалиция как-то разбомбила все мосты, которые через Ефрат, чтобы сирийская армия не могла идти на границу, чтобы не могла защищать эту границу. Вот что американцы выполняют. Надо понимать, что у них... Как турки брали джараблус. Пришла турецкая армия, побрились, спустили черный флаг, подняли синий флаг. Флаг туркоманов. Вот и все. Как они продвинулись дальше? ИГИЛ это управляемая система. Это вот такая вот группировка управляемая. Уйди сюда, прийди сюда. Это все легко делается. Это все в информационном. Американцы делают свои задачи. Нам нужно вот этим бородатым не дать перейти к границу. Все, чтобы они остались в Ираке. Чтобы это американцы ими занимались. Мне надо не давать их сирийским. Это все. Давайте обратимся к карте. Вот так сегодня выглядит сирийский ковер. Серым показана территория, которую так или иначе контролируют террористические группировки ИГИЛ в частности. Желтая сверху, это территория под контролем курдов. Розовый цвет, та территория, которая находится под контролем правительственных войск. И зеленую территорию занимают оппозиционные силы, которые так или иначе контролируются Соединенными Штатами и их союзниками. Как изменится эта палитра в ближайшее время? Главная задача будет стоять в том, что вот с восточной стороны, во время битвы с маслумом, чтобы не дать ИГИЛовцам проходить дальше. Поэтому, видите, там посередине черноты есть розовая точка, город Дер-Зор. Вот это город Дер-Зор. Надо туда продвигаться, потому что там есть хороший аэропорт, который позволит авиации оттуда взлетать, там садиться и бороться. Давайте посмотрим. Три дня назад турецкая армия вместо сирийской свободной армии взял под контроль город Дабук. Вроде это был освященный город, по идеологии ИГИЛ, там должен был идти освященный бой между мусульманами и неверующими. Как-то этот освященный бой очень быстро прошел. Не было там никакого боя. На следующем этапе это будет все-таки взятие Эль-Баб. Очень важная стратегическая точка перед Ракой. А то, что вы правильно сказали, что сейчас позиция Турции очень непонятная. То Турция осталась в иной игры из-за России, вернулась туда благодаря России. Сейчас есть возможность, что Турция останется в иной игры уже из-за США. Потому что на самом деле США уже не хочет, чтобы Турция участвовала, допустим, в этих операциях в Раке, в Масуле. Поэтому, да, этот момент... И вопрос, кто будет Баб брать. Потому что кто-то запущен. Да, очень важно, правильно вы говорите, очень важно, кто будет... Потому что американцы и Турции... Да, этот город, кто будет Баб, все будет решать США. Вот это сирийский... США будет решать, кто будет Баб. Да, это очень сложно уже. Подведем итоги сразу после короткой рекламы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Представим такую ситуацию. Россия Западу все же удается разгромить террористов в Сирии и в Ираке. Вы можете представить такую ситуацию? Да. Легко. Террористы потом уходят в Афганистан, где появился уже год назад ИГИЛ. Также какие-то исламские радикальные группировки в Центральной Азии дадут присягу ИГИЛ. И вся эта красота, которая сейчас находится на наших южных границах, переходит на восточную. Надо понять, почему Российская Федерация воюет в Сирии. Была поставлена задача вот этим террористам не дать подойти к рубежам России. Они сейчас немножко подвигаются через Афганистан. Вот сейчас смотрите то, что происходит в Афганистане. Там-то война талибов. Победа над терроризмом не означает, что терроризм пойдет к нашим границам. Нельзя победить идеологию. Терроризм – это не люди. Терроризм – это идеология. Это финансирование идеологии. Победить финансирование идеологии. Смотрите, давайте посмотрим, где бил терроризм. Там, где американцам выгодно. Я не хочу сказать, потому что они напрямую спонсируют. Просто терроризму выгодно. Начиная с Аль-Каиды, которую они создавали вместе с израильскими, с пакистанцами, с саудскими спецслужбами. Создавали в Афганистане бунджахеды, после того, чтобы они воевали против Советского Союза. Сейчас создали ИГИЛ. ИГИЛ был создан в иракских тюрьмах, которые контролируют Соединенные Штаты. Это такая смесь между салафийским джихадистом и армией Саддама, которая была просто уничтожена и унижена, когда генерал ему выкидывает его из своей квартиры. Вот что было создано. Это управляемо. Потому что сейчас ИГИЛ… Смотрите, ИГИЛ… И создана изначально для чего? Для чего? Для того, чтобы менять границы, менять территории. Вот нефтетрубы, которые идут через залив в Европу. Это всё такая большая геополитика. Вот сейчас смотрите. Я вам скажу. ИГИЛ он рано или поздно исчезнет. Есть такая личность. Вот Саид, может, знает. Вот его недавно это спикер, спокмен оф ИГИЛ. Его фамилия была Аднани. Он единственный был сирийц в руководстве иракской Аль-Каиды, которая является ИГИЛ. Его уничтожили. Это что означает? Его уничтожение значит, что все руководства ИГИЛ из Масула, всё-всё, они просто так исчезнут. Как в своё время один очень известный облома расчищания, грузинский... На вопрос ответить. Но вам задали совершенно конкретный вопрос. Я объясняю. Потому что не уничтожится. Терроризм не уничтожается. Терроризм не уничтожается. Терроризм — это орудие для снижения политических целей. Вот это ответ. И оно появится в Украине. А я согласен с тем, что это идеология и это инструмент политический, я имею в виду терроризм, который не будет уничтожен, а сейчас он получит даже толчок в Сирии. А как он дальше будет использоваться? Вот за рамками Сирии. Сейчас Сирии получат толчок, потому что смотрите, что делали американцы. Они заручились союзническими отношениями с курдами. Турки от них никуда не денутся. Сколько бы там не пытались воспригостить. Вот правильно. То есть соотношение сил будет меняться в раме того, как американцы будут акцентировать внимание на Сирии. И я боюсь, что наши радостные возгласы о победе в Сирии, они очень и очень преждевременно считаются. Будет, конечно, в Сирии через некоторое время резко ухудшаться. А что станет с теми примерно тремя тысячами боевиков российского происхождения, которые... Да, я расскажу. После освобождения Масул и Алеппо, они разбегутся, как тараканы. Кто-то дойдет, может, до границ, не дай бог, России, кто-то до Африки, а кто-то рассеется в самом обществе до поры до времени. Потому что это такая скользкая площадка, там не то, что нет вечных друзей, там даже временных нет. Они будут использованы, они будут использованы до того, как будут достигнуты те целы, о которых уже мы говорили во время всей передачи. Нам это совсем не нужно. Как с этим бороться? На самом деле, есть еще одна угроза. Даже важнее не то, что будет с теми в Масуле... Саид, скажите сначала, что с этим делать, вот с этим расползанием тех боевиков... На самом деле, ничего не нужно делать, потому что эта работа для специальных служб, и нас она не касается. Нас касается не вот эти разбегающиеся и расползающие, которых, в принципе, очень тяжело остановить, но есть методы... Понимаете, когда они на ограниченной территории, там все примерно в одном месте, их 3000, и с ними легче совладать, чем когда они разойдутся по всей необъятной российской территории. Я начал про это говорить. Дело в том, что сейчас есть гораздо хуже ситуация. Дело в том, что сейчас-то их там разгромят, и в Алеппо разгромят, и в Масуле разгромят, ну, и лесами убегут. Но дело в том, что лагеря по подготовке террористов или боевиков, да, вот, давать террористов там совсем хорошо подготовленных, о которых похуже подготовили, этих я буду называть боевиками. Вот боевиков, они продолжают работать. Они работают в Иордане. Стоит даже хуже. Они работают... Они работают... Жили 4 года под... Они работают на севере Ливана, они работают в Афганистане, говорят, в Пуштунской зоне Пакистана, и поговаривают, что есть и у нас. Я имею в виду не в нашей стране, а в южных республиках, в членах ОДКБ. И они сейчас их не будут перебрасывать уже в Сирию и в Ирак. Уже не будут. Уже известно, что их бросили в Ливию против генерала Хефтера. Известно, что их, вероятно, могут бросить против Алжира. Но вот эти скоординированные уже там... А речь идет про тысячи вновь подготовленных боевиков. 6 тысяч боевиков из арданских лагерях ушли и не знаем куда. И они могут появиться у нас. И нужно понимать, у них нет родины. Это их базовая идея. У исламистов нет родины. Весь мусульманский мир это ум. То есть ему все равно сражаться в Казани, в Ташкенте, в Алжире. Ну вот это то, чего мы никак не должны допустить, потому что операцию начинали именно с этим целью. И поэтому, говорит, это как бы... И давайте расходиться оттуда не имеет смысла никакого. Дело в том, что они расходиться, безусловно, будут. И я согласен с коллегами, которые говорят, что пойдут, естественно, на север Африки, там благоприятные условия для них, пойдут в Афганистан. Речь идет о нас. Речь идет о том, что мы, Российская Федерация, все службы, которые направлены на это, миграционные службы, правоохранительные органы, должны не допустить возвращения этих людей на территорию Российской Федерации. Это первая задача. Оградить Российскую Федерацию. И вторая задача. Прекратить как можно быстрее работу тех людей, которые на территории Российской Федерации занимаются рекрутированием нашей молодежи, мусульманской, для отправки ее в эти районы. Они продолжают свою работу, продолжают. И наши соотечественники, к сожалению, продолжают, извините, покидать Российскую Федерацию для того, чтобы присоединиться к этой рекламе. И не забывать про пассивные методы сопротивления. И это очень важная работа, которую мы должны вести здесь, у нас, в Российской Федерации. И мы должны помнить, что их много, они разбегутся, они могут успевать. И это наша с вами задача. Быть бдительными. Всех общественных организаций. Требования. Всех партийных организаций. Всего нашего общества. Не допустить распространения терроризма внутри нашей страны. Бдительность прежде всего. Угроза реальность. Ваши прогнозы и предложения, что мы должны сделать после освобождения Алеппы? Значит, до тех пор, пока американцы будут проводить политику государственного терроризма, терроризм в мире будет существовать. В том числе и против них. Второй момент. И об этом надо им говорить. На каждой встрече, в любой передаче не занимайтесь государственным терроризмом. Не спонсируйте его. Не создавайте, не направляйте. Второй момент. Террористы будут существовать в Сирии, Афганистане, в Пакистане, в других городах и странах. Не буду перечислять все. До тех пор, пока в документах об урегулировании мы будем позволять им спокойно выходить через разные коридоры с оружием, боеприпасами в руках. Понимаете? Нельзя этого делать. Сдал оружие? Приходи на фильтрационный пункт, посмотрим, кто ты такой, что ты делал, сколько ты убил, а если не убил, то это совсем другие вопросы к тебе. И перспективы. Год будет продолжаться, по меньшей мере, операция ВКС Российской Федерации в Сирии. Сирийские вооруженные силы не смогут одолеть террористов до тех пор, пока они будут спонсироваться американцами, натовцами, заливными государствами. К сожалению. И нам надо вести жесткую переговорную линию, пригласив туда представителя Минобороны и Министерства иностранных дел Башара Асада. Давайте записываем и мой прогноз. Передав Асаду комплексы С-300 и направив два крейсера к берегам Сирии, Россия наращивает военную силу, чтобы разубедить Вашингтон использовать свою. Если цена конфликта будет слишком высока, США на него не пойдут. Россия поможет сирийцам взять Алеппо, а потом начнем переговоры с США. При этом Сирия останется единой и неделимой. Так должно быть, по крайней мере. Так, коллеги, давайте подведем общие итоги. И вот такие прогнозы у нас сложились сегодня. Алеппо будет освобожден, после взятия Алеппо начнутся мирные переговоры, военные провокации со стороны США в Сирии еще возможны. Американцы не успеют взять Масул до выборов президента США, но активные боевые действия продолжатся. Какие уточнения? Значит, российским СМИ, которые ведут информационно-разъяснительную работу на зарубежные страны, необходимо усилить свою разъяснительную работу. Точка. Далее. Российским диппредставительствам, посольствам, генеральным консульствам, начиная с посла и ниже, необходимо также активизировать такую разъяснительную работу в странах пребывания. Я такой работой лично не доволен. Спасибо. Сразу после новостей великий советский спортсмен и настоящий герой Шаварш Карапетян в программе «Поступок». Чемпион мира стал свидетелем чудовищной аварии, но не растерялся. И сегодня его благодарят за спасение десятки семей. А я прощаюсь с вами до следующего четверга. Оставайтесь на звезде. АПЛОДИСМЕНТЫ